Добрый вечер, в эфире «Весец Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Проблемные вопросы из разных населенных пунктов республики были озвучены сегодня главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову на приеме граждан. Подведены итоги первого тура вакцинации от полиомилита в республике, как прошла иммунизация детей и как проходил образовательный процесс. Стартовал конкурс «Учитель года России-2023». Сколько педагогов в нем участвует? На одном показательном уроке побывала съемочная группа вестей. Пополнились ряды юнормейцев в Карачаево-Черкесии. Чему это будет способствовать, расскажет Алихан Липшоков. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Проблемные вопросы из разных населенных пунктов по различным направлениям. Пояснения по каждому вопросу давали руководители профильных ведомств. Так, в текущем году в Новой Тиберде планируется возведение ФАПа. Вся необходимая документация уже подготовлена. Обеспечение аула Аль-Таркас чистой водой намечено завершить до конца нынешнего года. До 1 сентября 2023 года завершатся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по улице Ленина, 57, города Черкеска. Рашид Тимрезов рассказал также о планах по дальнейшему благоустройству парковой зоны в районе РТИ и ремонту ДК. В течение ближайших месяцев будет выполнена газификация 36 домовладений в станице Прегратной. Для него уже проведены около 800 метров коммуникации. Жители исправненского сельского поселения надеются, что для их деток будет полностью обустроен дом культуры. В скором времени в нем начнется капитальный ремонт. Сроки и качество работ на контроле у главы республики и членов правительства. Хочется тепла и уюта, чтобы отапливались все кабинеты, чтобы детки свободно занимались своими интересами. Просто в одном кабинете занимаются и театральным творчеством, и рукоделием. Как бы тесновато деткам. Подведены итоги первого этапа иммунизации от полиэмилита. Карачаево-Черкесия показала самый высокий уровень охвата вакцинации среди субъектов Северного Кавказа, где была организована дополнительная иммунизация. Первый этап приювочной кампании от полиэмилита проходил с 27 февраля по 5 марта. Вакцинации подлежали дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. Минздравом региона были приобретены в достаточном количестве инъектированная вакцина и живая оральная полиэвакцина. Кроме того, образовательный процесс в детских садах и школах был организован таким образом, чтобы временно разобщить привитых и непривитых детей. Также проводилась разъяснительная работа со взрослыми о необходимости проведения профилактических прививок, в том числе дополнительной иммунизации против полиэмилита. Второй этап вакцинации пройдет с 3 апреля по 9 апреля. Мы показали 92%. Конечно, мы не достигли показателя целевого, но, тем не менее, это очень хороший результат. Это говорит о том, что многие жители нашей республики в процессе подготовки к этому туру осознали всю необходимость проведения данных прививок. Разобщение детей выполнялось для того, чтобы непривитые дети не заболели. На сегодняшний день особых жалоб со стороны родителей нет. Но если они поступают оперативно, разрешаем все эти вопросы. Образовательный процесс не прекращался. Программный материал в полном объеме изучают все дети, посещающие школу и дошкольную образовательную организацию. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом днем на западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов тепла днем 16-21 выше нуля. И в горах местами до плюс 12. В Черкесии без осадков. Ветер восточный с переходом днем на западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 2-4 со знаком плюс, а днем 18-20 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». В нем участвуют 11 педагогов из 11 муниципальных образований республики. В первый день участникам необходимо было показать свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях, урок и методическая мастерская. За ними наблюдал Али Баташев. Поднятые вверх руки учеников – маленькая победа учителя. Доброволец быстро находится, и решение задачи становится предметом обсуждения всего класса. За происходящим внимательно наблюдают жюри. Они оценивают профессиональную компетенцию кандидатов на звание «Лучший учитель года». Фатима Баташаева преподает математику в 13-й гимназии Черкеска. По ее мнению, участие в конкурсе позволяет проявить свои лучшие профессиональные качества, обменяться опытом с коллегами и по возможности стать счастливой обладательницей титула «Учитель года». Всех 11 участников республиканского этапа конкурса объединяют любовь к детям, своему предмету и профессии учителя. Математика буквально везде. В биологии, в физике. Любая ситуация в нашей жизни связана с математикой. Будь то построение кораблей, построение машин или же какие-то финансовые дела мы выполняем. То есть математика буквально везде. И моя задача как учителя – донести до детей необходимость знать этот замечательный предмет и как это им пригодится в жизни. Дети дают положительную энергетику, они стимулируют, они помогают развиваться. Хочется научить детей всему тому, что сама владею, сама знаю. То есть перенести свой опыт, чтобы они дальше в дальнейшем нашли себя, нашли свое занятие, нашли свою профессию тоже. О цели конкурса и призах для победителей и призеров рассказали организаторы. Это делается для того, чтобы повысить социальный статус учителя, популяризировать профессию педагога, привлечь молодые кадры сегодня в педагогическую сферу в том числе. И, конечно, поделиться лучшими педагогическими практиками, которые на сегодняшний день накоплены у наших лучших педагогов. С этой целью и проводится конкурс. Победители и призеры получат от главы финансово-денежный приз в размере первое место – это 60 тысяч рублей, второе место – 50 тысяч рублей и 40 тысяч рублей за третье место. Плюс это будут премии также от Министерства образования и науки в размере 5-6 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены 28 марта. Победитель республиканского этапа будет представлять Карачаево-Черкесию в финале, который пройдет в городе Орехово-Зуево Московской области 5 октября. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаевске и в Центре культурного развития имени Кальцина Кулиева воспитанники детского сада «Солнышко» вступили в ряды отряда юноармейцев имени Героя России генерал-майора Канамата Баташева и старшего сержанта Руслана Чучаева. Также собравшиеся вспомнили героически погибших в ходе специальной военной операции. На мероприятие побывал и Али Хан Липшоков. Сегодня мы чтим и храним память о наших земляках, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. На мероприятии рассказали о героическом боевом пути генерала-майора военно-воздушных сил Героя России Канамата Баташева и старшего сержанта, посмертно получившего Орден Мужества Руслана Чучаева. Было отмечено, что именно на таких примерах должна воспитываться молодежь. Мы видим, что на примере этих малышей, что в нашем городском округе воспитанию в духе патриотизма уделяется достаточно много внимания, как со стороны дошкольных образовательных учреждений, так и школ, и в целом администрации округа. Я уверен, что эти дети, которые сегодня были на сцене, вырастут достойными членами общества, и мы будем ими гордиться. Почетные гости мероприятия, сотрудники Карачаевского отделения в невиновственной охрану управления Росгвардии, представители Совета ветеранов первичной организации войск правопорядка по Карачаевскому району, во главе с майором милиции в отставке Исмаилом Кубановым, вручили значки юно-армейца воспитанникам детского сада «Солнышко». После детям выступили со стихами, которые тронули до глубины души собравшихся. «Не умирай, молю, вернись живым домой, здесь ждут и молятся, ты знай, ты помни, это наш герой, будь осторожен, я прошу, защита Родине нужна». Сотрудники детского сада «Солнышко» также рассказали о героическом пути сержанта Романа Казаева, младшего сержанта Владимира Корниенко и Виктора Бутова, которые посмертно были награждены Орденом Мужества. Начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвира Эдива отметила благодарность руководству и сотрудников дошкольного учреждения и подчеркнула важность подобных мероприятий. «Задача педагога не только дать знания учащимся воспитанникам, но и вот с самых малых лет воспитать в них чувство патриотизма, любви к своей родине, к своей отчизне. И вот как сказали сами дети маленькие, вступившие в ряды Канамата Буташева и Руслана Чачаева, воспитать в них желание стать истинными гражданами своей страны». Выступающие отметили, что дети с гордостью будут в отряде юнормейцев. Они ознакомятся с героической историей нашей страны и будут принимать активное участие в сохранении памяти настоящих патриотов-защитников нашего Отечества. Алихан Ипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В госавтоинспекции Черкеска отметили полувековой юбилей отряда ЮЭД. Юные инспекторы движения, активные ребята в возрасте от 8 до 14 лет, которые могут осваивать важные знания и навыки, чтобы пропагандировать безопасность дорожного движения. Альбина Куроченова-Кенжева продолжит тему. В зале РЭО ГИБДД торжественно приняли в ряды юных инспекторов движения в честь 50-летия отряда. Ребята получили значки удостоверений и, конечно же, ценные наставления. Ваша помощь нужна, потому что вы сами видите, как что у нас творится на дорогах. Дети переходят, да и взрослые переходят на пешеходные переходы и по правилам, нарушают все правила дорожного движения. Вы, как сами видите, некоторые переходят дорогу, нарушая правила дорожного движения на велосипедах. Для участников ЮИД организуют разнообразные мероприятия при поддержке госавтоинспекции, именобразования и науки. Кроме того, сами школьники с педагогами реализуют проекты, информирующие сверстников и взрослых о безопасности на дороге. В частности, ребята снимают видеоролики, запускают акции в социальных сетях. Что такое инспектор дорожного движения? Это тот человек, который пропагандирует правила дорожного движения. Это прежде всего ваша безопасность, безопасность окружающих. Теперь, вступая в ряды сегодня юных инспекторов дорожного движения, вы на себя взяли ответственность пропагандировать лучшие практики, идеи, значит, правил дорожного движения. В первую очередь водитель, садясь за руль, он, конечно, несет ответственность за себя и за тех, кто на дороге. И человек, выходя на дорогу, где-то переходя пешеходный переход, несет ответственность за себя и за того, кто едет на дороге. Вы большие умницы, вы молодцы, что, во-первых, вы прошли какие-то испытания, вы получили удостоверение, и это действительно вас обязывает. Теперь, мало того, что вы должны следить за своим поведением на дороге, вы еще и можете обращать внимание и должны обращать внимание на тех, кто нарушает. Школьникам не пришлось скучать. Гонщик и маршал из щенячьего патруля устроили викторины с вопросами по дорожному движению. Ребята ходили по зебре, танцевали, одним словом, весело и полезно проводили праздник. Четвероклассник Саша Нижинский отлично знает о правилах и не забывает напоминать о них друзьям. Переходить только на зеленый свет и при особом знаке, где человечек переходит точно такую же зебру. Нужно смотреться направо и налево и убедиться так, чтобы там машин абсолютно не было. Если машина есть, ждем, пока она проедет. Или если машина далеко, можем показать ей руку и идем спокойно и медленно. Учащиеся узнали о состоянии дорожного движения и правилах поведения на трассе в межсезонье. Специалисты рассказали об аварийных ситуациях и способах, которые помогут их избежать. Альбина Курочинова, Кенджева, Мухаммед Ишибоков. Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова